Здравствуйте, в эфире передача новости недвижимости, апрельский выпуск. И начнем с главного события апреля, а в частности о заседании Банка Канады и решении не изменять очередной раз ставку на банковский процент. Как вы знаете, сегодня 4.5% это банковская ставка, это не путайте с праймом, не путайте с моргиджами, прайм у нас сегодня 6.7 и от этого всего идет уже решение различных институтов, банков и лендеров, сколько делать интерес по моргиджам. Кроме прочего, профсоюзы были очень недовольны выступлением руководителя Банка Канады о том, что он сказал, не поднимать компаниям, корпорациям воздержаться поднятие зарплат в зависимости от высокой инфляции. То есть, когда задавали вопросы в Банк Канады и спрашивали, а что вы думаете по поводу увеличения затрат правительства, а по поводу того, по поводу всего, он пытается не входить именно в дискуссии по политике, но было явно понятно, что Банк Канады пытается привести инфляцию к 2%, но он не может это сделать только за счет интереса, нужны и другие факторы, например, остановить рост цен, остановить рост зарплат и остановить затраты правительства на разные нужды, которые превышают то, что правительство получает. И еще одно очень радостное событие, которое произошло, это сообщение, что инфляция в Канаде упала до 4,3%. Это очень низкое падение, и если разобрать это по факторам, то мы увидим, что, например, продукт это где-то 3% инфляции, то есть эта инфляция постепенно возвращается в норму. Все равно Банк Канады не считает, что до конца 2024 года инфляция придет 2%, но то, что летом она может стать 3%, это уже не кажется нереальностью. Опять же, все зависит от многих факторов, например, от бюджета правительства и от роста заработной платы. Пока сегодня все показатели по безработице, довольно-таки низкие проценты, довольно-таки высокие востребованности для рабочей силы. Если мы посмотрим, вот как распределялась каждый месяц инфляция, то мы видим явную тенденцию снижения инфляции за последние несколько месяцев. А это уже график, например, от нашего соседа, американского соседа, который нам предрекает все время рецессию, и рецессия не за горами, многие предрекают, что это будет в конце 2023 года, начале 2024 года. Как она повлияет на Real Estate, это время покажет, может какое-то время Real Estate опять замрет, но то, что после этого будет огромный взрыв, мы это посмотрим сейчас в дальнейших кадрах. Посмотрите на этот граф, и вы увидите, сколько было капитала у разных банков в разные кризисы. Например, кризисы, которые были в 90-х годах, когда 534 банка были обанкрочены, у них общий капитал был 389 биллионов. Другой кризис 2008 года, когда было 157 банков, которые свалились, у них было 514 биллионов их капитала. Посмотрите сейчас, что происходит. Два банка только пока объявили о дефолте, и у них суммарно 319 миллионов. Примерно столько, сколько было в 90-х годах у 534 банков. Сейчас только два банка. То есть, если начнется падение банков, это будет самый крупный кризис в историю существования Америки. Поэтому я не думаю, что банковский интерес могут удержать так долго, как обещает Банк Канады, но поживем увидим. Посмотрите теперь, что происходит у нас в Канаде. Начнем с самого главного, это именно роста населения. Совсем недавно были опубликованы данные по статистике, где было сказано, что за 2022 год приехало более миллиона новых жителей в Канаду. Более миллиона. Когда у нас цель всегда 500 тысяч мигрантов. Сейчас подняли 500 тысяч мигрантов, было чуть ниже. Почему так много приезжают? Это иностранные студенты, это также иностранные рабочие, также по программе с Украины очень много приезжает беженцев. И все это вместе вылилось в огромные цифры. Для страны, которая населена 39 миллионов, миллион за один год это очень много. То есть, как выразился один политик, сказал, Канада пытается проглатить больше, чем она может проживать. Потому что у нас недостаточно инфраструктуры до этого, у нас нет достаточно жилья для этого, у нас нет достаточно медицинских учреждений, учебных учреждений. Все это надо строить и развивать. И Канада, в принципе, пока не справляется с этим. Если мы посмотрим на страны большой семерки, то мы увидим, что взяв население, которое самое работоспособное от 25 до 54 лет, то Канада намного опережает все другие страны. И даже, если мы возьмем то, что было предсказание сделано в 2019 году, сколько будет в Канаде, то уже предсказание 22 года показало на порядок выше. То есть, в Канаде очень огромная иммиграция. Не просто иммиграция, а иммиграция людей, которые будут работать, естественно, приносить пользу государству и приносить экономическое развитие государства. И Канада без этого не может. Канада не может снять иммиграцию и позволить себе не привозить людей. Это вся основа развития экономики. Теперь посмотрите на этот пирог, куда люди едут. И мы видим, больше всего, естественно, народу приезжает в Торонто, в Большой Торонто. Это 35 процентов. То есть, если мы возьмем Калгариде, 4 процента, Ванкувер, где 13 процентов и Монреаль, где 10 процентов, даже уберем их, то в Торонто приезжает примерно столько же, сколько приезжает во всю остальную Канаду, не считая вот этих трех городов. А если мы добавим к Торонто еще и периферию, то цифра будет более 40 процентов. То есть, видите, около 40-50 процентов населения все-таки приезжают в Антарию. И можете представить, что ожидает, какое бурное развитие ожидает Антарию, если они вообще смогут это сделать. Теперь, если мы посмотрим на вот этот граф, то вы увидите, вот эта оранжевая линия говорит о том, сколько примерно строится домов, конда, все вместе на протяжении уже многих-многих лет. Посмотрите на граф. И посмотрите на синий граф, который говорит о том, сколько увеличение населения. И вот видите, вот этот вот огромный спайк, который говорит о том, сколько приехало население. Видите, спайк строительства, да? Видите? Нет, я тоже не вижу. Его нет. То есть, население приезжает намного больше, а строится столько же. Теперь, если мы посмотрим на этот граф, вы помните, как заявило правительство под трубы, аплодисменты, сказал, у нас есть цель построить полтора миллиона жилья за следующие 10 лет. Все это классно, но полтора миллиона жилья за следующие 10 лет, это 150 тысяч единиц жилья каждый год. Теперь, если мы посмотрим на этот граф, то мы увидим, что больше 100 тысяч вообще никогда не строилось. В среднем строилось где-то в районе 70-80 тысяч единиц жилья. И поэтому бюджет, который именно был выделен на все это вот в 2022 году, это было где-то в районе 85 тысяч. Какие 150 тысяч? Как-то спрашивали строителей, говорят, а что вообще возможно ли это построить? Он говорит, допустим, предположим, что сроки рассмотрения проектов не будут такие долгие, а сегодня в Онтарио не самые долги. В Торонто 32 месяца в среднем берут сроки по подтверждению проекта на строительство. Так, например, в Мониторе 4 месяца. То есть, видите, очень много. Допустим, этого не будет. Допустим, у нас будут все строительные материалы, которых тоже сейчас не хватает. Кто будет строить? Не хватает строительных рабочих специальностей, поэтому строить просто некому. Кроме того, ко всему прочему, многие строители перестали сейчас строить, потому что невыгодно продавать, цены это упали. И сейчас около 70% строителей остановили стройки. Поэтому кризис неминуем. Жилищный кризис будет самый большой кризис, который сейчас произойдет в Канаде. Я не знаю, как правительство даже сможет с этим справиться. Посмотрите на этот граф, который говорит о том, какой долгий путь надо пройти, чтобы все-таки у нас стало полтора миллиона единиц жиля, которые они обещали. Но это просто невозможно. Посмотрите на этот граф, это граф за 30 лет. То есть, просто нереальные цифры. И если мы посмотрим по поводу рентал-маркета, который говорит о том, что сколько у нас есть рентал-маркета, сколько требуется, то мы видим, что к 26-му году цифры будут различивать колоссальные. Это столько, сколько не хватит, хватает единиц жилья для аренды. Недавно Трюдо заявил, что вся наша надежда на инвесторов, потому что инвесторы это те люди, которые помогут нам решить эту жилищную проблему. С другой стороны, сейчас заявляют о том, что надо ужесточить выдачи моргиджей для инвесторов. Можете отменить возможность брать даунпеймент с Хиллока. И можете представить, что тогда вообще произойдет с рентал. Теперь, еще интересное событие, которое прошло, это бан иностранных покупателей, которые сказали с 1 января 2023 года, иностранцы больше покупать 2 года не могут вообще. Ни налоги, не важно ничего. Нельзя покупать. Тем не менее, прошло где-то 3 месяца, как они уже сказали. Ну нет, не совсем, некоторые все-таки можно будет покупать. Если у вас осталось 183 дня, как минимум до вашего пермита на работу, если там вы сколько-то прожили, если, ну, много, если, если, если. То есть, тем самым они убрали вот эти ограничения, потому что понимают, что многие строители просто даже не смогут закончить некоторые проекты, если такое произойдет. Ну, кроме того, еще есть большой налог, который надо будет заплатить, но это уже другая история. Теперь посмотрите, сколько иностранных рабочих, которые подали по разным программам для того, чтобы приехать, ну, по гуманитарным, конечно, программам, приехать в 2022 году. Почти в два раза больше, чем все другие годы. И бюджет, который выделяет правительство, не учитывает все вот эти вот изменения. Посмотрим на вот этот граф, который показывает моргиджи. То есть, с одной стороны, переменные моргиджи все растут и растут из-за того, что вырос банковский процент, тогда, когда фиксированные, падают. И сегодня в среднем 4,5% фиксированный моргидж на 3-5 лет можно взять. Почему? Потому что бонды падают, потому что не верят, что этот процент продержится очень долго. Тем более, сейчас такие вот данные по инфляции. Теперь посмотрим на продажи. Вы видите, есть небольшой всплеск продаж за последний месяц, но, тем не менее, как бы количество продаж очень сильно упало по всем-всем сегментам. Но, если мы посмотрим количество новых предложений продажи, то продавцы тоже не спешат продавать. Посмотрите, сколько мало в 23-м году было выставлено домов и квартир на продажу. Очень мало. Если мы посмотрим на этот граф, то увидим, что количество инвентарий, которые выставили на сингл-фэмили, тоже довольно-таки низкое, как и в Кондо. Но в Кондо оно выше, чем все предыдущие года, за исключением годов, скажем, до 16-го года. То есть, с выше 16-го года предложений было намного меньше, чем сейчас. Все-таки Кондо больше есть на продажу, чем домов. И мы посмотрим на вот этот граф, где соотношение к новых листингов тем, сколько было продаж. И видите, он тоже устремился вверх. И даже посмотрим на этот граф, который говорит о ценах, то тоже мы видим, есть небольшой всплеск цен на недвижимость, который наблюдается в последнее время. Но строительство, как мы видим, сингл-фэмили хаузес, начиная с 90-го года, почти не изменялись в количестве. Кондо росли, все остальное не изменялось. Если мы посмотрим последние продажи новых домов, они практически уже очень-очень упали, очень низкие. То есть, почти не продаются новые дома. И еще раз, вот этот известный граф по Кондо. Многие люди покупают Кондо на Preconstruction или покупают просто на Resale. Это не работает. Это не работает. Сегодня не работает. Может, она работала где-то до 18-го года, то сейчас, и то она работала с большой на чашку, так сказать, работала, то сейчас, купив Кондо, взяв на него моргидж. Я даже не говорю, что, допустим, у вас все 20 процентов денег было, то даже с учетом того, что моргидж будет выплачиваться тем, кто вы сдали, вы еще будете останетесь должны более 500 долларов в месяц. То есть, вы покупаете не в ноль даже, а в минус 500 долларов. То есть, вы теряете, только с надеждой, что она вырастет. Так и другие вещи растут. Почему не купить то, что не будет вам давать такой минус заранее? И поэтому происходит сейчас, что многие люди, кто купили Кондо давно и вышли сейчас на рент, если они купили одну, как-то они могут все-таки выдержать это, подождать лучших времен. А те, кто купили два и три, есть таких очень много, у них доходит минусовой кэшлоу до пяти, до шести тысяч в месяц. Это больше, чем даже они зарабатывают. То есть, они не в состоянии, поэтому, как мы видим, листингов Кондо больше, все больше и больше их продают. Тем не менее, нужно что-то делать, и я вам скажу, если не покупать сейчас, то когда? И только вы это сможете решить. Я все время говорю простую фразу. Рискует тот, кто никогда не рискует, потому что ваша жизнь только в ваших руках. Если вы сейчас что-то не примените, то наивно полагать, что делая одно и то же действие, это что-то изменит в будущем, если не изменило до сегодняшнего дня. Поэтому берите жизнь в свои руки и начинайте действовать. Всего вам хорошего, хорошей весны, до встречи в мае. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова